Коллеги, рядом со мной Анна Лебедева, ассоциация маркетинга в ритейле. Здравствуйте. Здравствуйте. Я так, насколько я понимаю, у вас три сессии сегодня. Две закончились, скоро будет следующее. Нужны подробности? Да, у нас сегодня маркетинг-дэй, традиционно на неделе ритейла. Целый день мы говорим про вызовы маркетинга, но в этом году это особенно актуально. Им есть чем работать. У нас прошло уже две сессии, особенно было утро такое зажигательное, потому что была дискуссия, 14 спикеров на сцене. Мы с разных сегментов ритейла, фуд-нон-фуд, обсудили, действительно, какой новый потребитель, как с ним работать, где он покупает, как он экономит и зачем он снова стал ходить в магазины. Зачем он снова стал ходить в офлайн-магазины, не только в поисках цены или еще одного пакета сахара или гречки, но действительно, что ему интересно, какие у него боли, зачем он, как он планирует свои траты. Это потрясающе с точки зрения того, что, конечно, это все очень сложно, но у маркетинга это новые вызовы и новые задачи, которые оставляют где-то перестроиться, где-то переформатироваться, новые каналы освоить. Те, которые раньше считались не актуальными, не приоритетными, теперь это новые каналы коммуникации в диджитал, в первую очередь. Конечно, не забываем и про полку, и про те новые товары, которые там должны появиться. Как покупателю объяснить про преимущества этих новых товаров, новых брендов, как покупателю привлечь, сказать, что нет, мы все равно продолжаем быть рядом с вами, мы все равно продолжаем быть удобными. И дискуссия взялась жаркая, прямо скажем, и это было интересно. Все, конечно, есть чем поделиться и перенять опыт друг друга из разных сегментов. Но не только, кажется, дискуссии мы живы, да, и, конечно, мы поговорили уже про инновации в трейд-маркетинге, про бигдату на пользу трейд-маркетинга, на как работать с персоналом, какие сервисы цифровизации есть. И третьей сессии мы будем говорить про кейсы уже, про шопер-маркетинг и промо, собственно говоря, уже конкретные реализации, конкретные успешные кейсы по тому, как работать с покупателем, как привлекать его в точки продаж онлайн и оффлайн, как продавать ему, собственно, на 360 градусов. Спасибо большое. Хочется расспросить вообще обо всем, но, скажем, друзья, посещайте наши бизнес-сессии, это всегда очень интересно. Спасибо большое. Спасибо.